Один пояс, один шлях. У Могилёве проходит белорусско-китайский бизнес. У Могилёве проходит белорусско-китайский бизнес-форум «Один пояс, один шлях». Могилёвская в области и провинция Дзянцу разом у будущего. На состречу приехали каля 60 гостей из-под необесной керавники буйных корпораций. Представники деловых колов подписали шерых документов об супрацовнице. Про тяг темы у Татьяны Сергеичек. Провинция Дзяньцу другая по экономицей сярод регионов Китая. Ровно год тому отбылась и состреча керавников Могилёвской в области и провинции Дзяньцу. С того часу взаимоотносины стали больше тесными. Все лето товарооборот склау 44 миллионы долларов и повеличився на 38%. Однако потенциал застаётся великим, прагучала нас устречи. И наступным важным кроком супрацовниства зявляется подписание программы «Дорожная карта». Великие перспективы у экспорте продукции льноволокна. Подписанный проект по выросшиванию и перепрацовции этой культуры. Определены две площадки в Чауском районе и в Кричевском районе, где компания «Сумек» будет возделывать лён. А в дальнейшем, опять же, на этих площадках будут установлены линии по переработке льна для дальнейшей поставки уже готовой продукции на рынок Китая. Это очень важный для нас проект. Он будет реализовываться в несколько этапов. Могилёвшина первой у Беларуси почала поставку яловичины на китайский рынок. А теперь в области будет зона сыровины по выросшиванию буйно-рогатой живёлок, у яким районе покой выращается. Потенциал, видим, огромный. В этой связи нам необходимо работать более интенсивно в плане сотрудничества по развитию животноводческой продукции. На сегодня, в первую очередь, это выращивание мяса КРС для дальнейшей переработки и поставки на китайский рынок. Впоследствии, возможно, будет озвучен вопрос по производству, в том числе и молочной продукции. У нас в провинции более 80 миллионов населения. У нас рынок очень большой. Недавно начали покупать из Могилёвской области говядину. Если всё получится, мы будем много покупать. У листопада у Шанхаи пройдет выстава, импорт, где будет представлена и продукция могилёвских вытворцев. И там, керавники Могилёвской области и провинции Дзяньсу больше детальово обмеркуют питание супрацовництва. Татьяна Сергеич, Дзяньс Бутылин. Новины региона. Якость воды – надзённое питание, якое хвалюю многих же хору Хотимска. И, кали большинство проблем можно вырешить на месте, усправить с водой потребная допомога в области. Тому, минавито, про воду ишла говорка подчас приёма грамадян по особистых питаниях, які провёл у Хотимска старшиня Могилёвского облаканкама Владимир Дыманевский. Якость воды не перший год турбуе насельництва Хотимска. С гэтой проблемой кожный день сутыкается Алена Галавацкая. Некольки хвилин на огне, и вода становится коричневого колеру. Специалисты кажуть, утрымання жалеза у воде у два с половой разы выше за норму. Я эту воду даже, так скажем, мыть посуду и то, я её не использую. А делать детям кушать, чай пить, всё прочее. Я хожу утром в колодец за водой. Пытания спробовали вырешить локальными мерами замены труб и установки особистых фильтров. Але значного вынеку добиться не смогли. Кап разобраться у ситуации, Жихарка района и пришла на особистый приём до старшиня Могилёвского облаканкама. Хорошо, разберёмся, Елена Валентиновна. Зараз на будовництво станции «Абезжалезвание у Хотимска» распрацовывают проектную документацию. По попередней информации, объект планують уключить у инвест-программу в области наступного года. Керауник в области зарабил отповедное доручение, потом такую станцию отрымая вёска Тарстяно. Так само старшиня Аблвыконкама потребовал довести до ладу у Тарстяно в улицу, что вядя от шмат квартарных домов и приватного сектора до сельского совету и школы. Гэту работу планують выконать до конца года. Катярына Градницкая, Андрей Шуляк, Александр Тарасов, Новины региона. У ленинским суде Могилёва почався судовый процесс над громадянином России, який летосью листопаде здесь не уразбойный напад на отделение банка и захопил заложников. Гэта другая спроба почать процесс. Нагадаем, первое посяджение по справе было у Червяне, а ли за стану здоровья Тады обвинуваченный не смог присутничать у зала суда. До зала суда обвинуваченный и динамылицах у сопроводжения конвоя. У самым початку слуханья у суд подали ходайництвы. Трое потерпелых попросили долучить до материалов справы иски на компенсацию моральной шкоды, кожны на 5000 рублей. Обвинуваченный у свою чергу заявил, что не может удельничать у судовом процессе и просить знову откласти слуханье по справе. А ли и прокурор, и потерпелые потребовали подшать процесс, бо сгодно медицинской доведке удельничать у суде обвинуваченный може. А вы жалеете о том, что сделают? Так дело не относится. Судя принял решение, судовой процесс начать. Обвинуваченный гражданин России по двух артикулах Криминального кодекса «Разбой» и «Захоб заложников». Нагадаем, в листопаде минулого года он вошел в отделение банка по улице Калиновского у Могилёве, пограждал пистолетом и потребовал гроши. При этом он взял заложника. У кассир поспел натиснуть тревожную кнопку. На место здарения приехали милиционеры. Далее было вызволение людей и затримание злоумысника. Спецоперация отримала высокую отзнаку керавника державы. Наталья Ильинич, Виталья Алексеенко, Новин Региона. В улице Ленинская у Могилёве могчимо продолжить свою пешеходную участку. На автомобильный парковцы, каля дома номер 19, поклали тротуарную плитку. Этот участок дороги повинен связать пешеходную зону от площади Славы до технопарку. Кончатковое решение будет принято после посяжения угар-выконками. Оставлять ли там парковку для движения автотранспорта или же пешеходная зона будет рассматриваться на комиссии по безопасности дорожного движения при Могилёвском горосполкоме. В этой комиссии участвуют сотрудники горосполкома, сотрудники ГАИ и вместе должны прийти к определенному решению. То есть данный вопрос будет рассмотрен в октябре или закрыть, или же всё-таки может быть оставить для движения автотранспорта. Показ короткометражного кино одного из буйнейших кинофестивалей в свете Манхэттенского с 27 вересня распочинается в Малой зале кинотеатра «Радима». Летесь гэтый кинофест отзначу в своё 20-й годзе. У Могилёве кинофест распочинется показом британского короткометражного фильма «Головам мешки», який называют «Лепшим» по выниках одного из международных кинофестов. У программе показов запланованы еще семь титулованных короткометражных стужек. До речи, после каждого показа глядачы смогут проголосовать за лучший фильм и поудельничать у отборы лучшего актера главной роли. Усе голосы будут уличены авиацией в архкометете фестивалю. А выники Манхэттенского феста, короткометражного кино будут подведены в Нью-Йорку 8-го Кастричника. Первый в этом сезоне «Снег» по слову синоптиков мы можем побачить уже в эту суботу. А в пятницу снова оранжевый взрыв не безопасности. На Могилешине чекаются дренные умовы надворья за моцного ветру. Его порывы будут складать до 20 метров за секунду. Прогнозуются в пятницу и в день и короткочасовые опадки на большей части территории. Зато и температурный фон у межах плюс 18 градусов. С выходных дюн прогноз на дворья не надто радует. И пеший снег, мак чему уначе, да и из ночи до ранницы местами на Глебе чекаются заморозки. От нуля до минус двух градусов. Ветер слабый 4-9 метров за секунду, а лес лупок термометра значно спустится униз. У день поветро прогреется только до 12 градусов. У ночь на неделю заморозки чекаются навод и до минус 4. Опадки не прогнозуются, а леи тепла можно не чекать. Дюнные температуры будут досягать от знаки только до плюс 13 градусов. Уже на наступном тыдне заморозки на Глебе чекаются, что нож. И хотя температура з ног рыху подрасти, а ле ненадолго. Далее на тыдне дюнные температуры у середнем складуют до плюс 13 градусов. А за уторка ясши и опадки пройдуть. Самые актуальные новины наши в области вы можете знать на сайте нашей телерадиокампании. Так само в группах у социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь. Доброго настрою и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!